Всем здарова, с вами Рэпер Трейдер и сегодня снова будет полезное для вас видео. Сегодня будем говорить о целях. Прошлое видео набрало 200 лайков и всего лишь 2 дизлайка. Спасибо вам большое, я вижу, что вы хотите слушать подобную информацию. Всю информацию я буду рассказывать на своем личном опыте. Об этом много можно говорить, то есть об этих целях можно говорить и час, и два. Я опять же попытался все объединить в одно видео. Итак, о каких же целях мы будем говорить? Конечно, я же выделил самые главные цели. Какие у всех самые главные цели? Это деньги. Будем говорить опять же о деньгах. Ну, существует такое мнение, что цель, то есть деньги не могут быть самой целью. Деньги должны быть результатом цели. Но я себе ставлю как бы цель заработать, например, определенную сумму и иду к этой определенной сумме. Итак, по поводу цели. То есть цель у нас будет о деньгах. То есть вы себе берете лист, пишете там свою цель, прикрепляете ее на потолок, желательно вот сверху. Ложитесь спать, смотрите на свою цель, просыпаетесь с утра, смотрите на свою цель. И, соответственно, она у вас откладывается в голове. Итак, как же должна быть сформулирована эта цель? Очень важные аспекты. Почему цели, некоторые цели не исполняются? Во-первых, цель должна быть в настоящем времени и начинаться с благодарности. То есть цель должна быть в настоящем времени. То есть, мол, у вас уже это есть. Это очень важная вещь. То есть вы должны говорить о цели в настоящем времени. Я имею, спасибо, что у меня есть. Там такая это сумма денег. Из благодарности. То есть спасибо, что у меня есть. То есть вы к этому нормально относитесь, вы радуетесь, вы благодарите судьбу за то, что у вас есть эти деньги. И вторая очень важная черта – это конкретика. Без этого вообще никуда. Потому что люди не знают сами, чего хотят. Конкретика. Если вы мечтаете об автомобиле, если у вас цель, например, автомобиль, вы должны знать полностью, какой автомобиль вы хотите. Марка, цвет, год выпуска, полностью все его характеристики. Все вы должны знать об этом автомобиле. И дата. У вас должна быть дата. На какое число, через сколько вы хотите получить этот автомобиль. И следующий пункт. Каждый день делать какие-то шаги к своей цели. То есть каждый день. Не пропускать. Желательно каждый день. Нежелательно. А я рекомендую делать это каждый день. Хоть маленький шаг. Хоть уделять этому, не знаю, по 5-10 минут в день. Но делать все, чтобы ваша цель исполнилась. Итак. Давайте посмотрим, как должна выглядеть ваша цель. Итак. Ваша цель – 1000 долларов. Я беру, например, ваша цель – заработать 1000 долларов. Итак. Начинаем. Первое. Настоящее время из благодарности. Спасибо, что на 3 марта есть дата, до которой у вас должны быть эти деньги. Спасибо, что на 3 марта 2017 года у меня есть 1000 долларов наличными. То есть вот так вот. Есть настоящее время, есть дата, есть конкретная сумма, которую вы хотите получить. Вот так вот должна быть сформулирована ваша цель. И вы должны делать каждый день какой-то шаг, чтобы ваша цель исполнилась. Еще важный аспект. Вот это вот, вот то, что вы написали, вы себе прикрепляете там к потолку. Ну, я так делаю. И то есть эта цель у меня уже откладывается. Ну, сейчас я уже так не делаю. Раньше я там написал себе, прикрепил на потолок. Эта цель у меня отложилась под сознанием. То есть вот так вот. Теперь, по поводу денег. Какую сумму здесь писать? Вы не должны здесь писать слишком маленькую или слишком большую сумму. Вы не должны здесь писать там миллион долларов. Я там хочу миллион долларов. Так народ не пойдет, потому что вы не верите в эту цель. Потому что вы не сможете заработать миллион долларов. Это на подсознание у вас откладывается. И все, что вы здесь написали, просто не имеет смысла. Вы должны себе ставить цель, которую вы можете выполнить. Но немного больше. Я ставлю, например, в 3 раза. Ну, то есть я знаю, какую я сумму могу заработать и ставлю там в три раза больше Ну да, я такой думаю, блин, это нереально столько заработать Да, было бы круто столько заработать Но практически во всех случаях я эту цель исполняю Не скажу, что я во всех случаях добиваюсь той суммы, которую я себе ставлю Например, я ставлю себе 3000 баксов Я не дохожу до 3000 баксов, я дохожу до 2500 Но это уже хорошо Если я буду ставить в 4 раза, я думаю, я дойду до 3000 долларов То есть вот так вот Ваша цель не должна быть заоблачной, потому что вы в эту цель не поверите И то есть все, что вы написали, не будет работать И ваша цель не должна быть слишком маленькой, потому что вы должны к чему-то стремиться Каждый день делать шаг навстречу цели Итак, например, вы не должны Вот вы думаете, да, вот я напишу себе цель, буду лежать на диване, мечтать И все у меня будет хорошо Нет, вы должны каждый день цепляться за какую-то возможность Вы не знаете, что это за возможность Вы не должны знать, как вы, например, если у вас нету сферы, где вы хотите осуществить эту цель Вот у всех, вот я подошел к этому вопросу так, что у вас, например, ну вы не знаете, как заработаете эти деньги Но вы хотите заработать эти деньги, да? Вы не парьтесь, вы не должны знать, как вы их заработаете Вы... что-то может случиться, что-то, какой-то случай будет Вам подвернется туда-сюда, и вы заработаете эти деньги То есть вы должны хвататься за любую возможность За любой там телефонный звонок, за любую просьбу помочь Или вас там куда-то позовут Например, у вас соседка попросила шкаф передвинуть Вы, например, пришли к той соседке, а там у нее, там, не знаю, какой-то гость Или зазвонил телефон, вы там ответили по тому телефону Вам там что-то предложили, вы там туда-то поехали Вам там предложили какую-то работу, и так вы заработали эти деньги То есть вы должны, вы не должны лежать на диване, иду, и все-таки Все, я написал, я в это верю, все, у меня будут эти деньги Нет Вы должны хвататься за любую возможность Пусть даже эта возможность на первый взгляд вообще не относится, да? К деньгам То есть есть у... Кстати, в фильме с Виллом Смитом Фильм «В погоне за счастьем» Там есть такой анекдот Ну, сын рассказывает этот анекдот Виллу Смиту То есть тонет человек в море, тонет, тонет человек в море И просит у Господа, Господи, помоги мне И Господь говорит, да все нормально, не парься, ты не утонешь, я тебе помогу Ну, человек, ну, человек сказал, о, круто, тонет, тонет Подъезжает один корабль и говорит, давай, корабль говорит, давай, там, я тебя спасу Человек говорит, да все нормально, плыви дальше, меня Господь спасет Подъезжает другой корабль, там, кидает ему круг, там, все, давай, спасайся Человек говорит, да не надо, меня Бог спасет Короче, утонул этот человек Попадает на небо и говорит Богу Блин, Бог, почему ты меня не спас? А Бог говорит, блин, так я же тебе два корабля послал То есть вот так вот Думаю, вы поняли, да? Вы должны цепляться за любой шанс Вы не должны вот париться, париться по тому поводу Как я эти деньги заработаю Почему эта цель должна быть в настоящем времени? Потому что вы как бы для себя уже должны знать, что У вас уже эти деньги есть То есть у вас уже вот на 3 марта, у вас уже есть 1000 баксов Все, вы не должны париться Вы не должны себе думать, как оно, как оно, как оно Если вы в это будете верить, возможность вас сама найдет Мартин Лютер Кинг говорил, что Да, по ходу Мартин Лютер Кинг, что не обязательно видеть всю лестницу, чтобы сделать первый шаг Например, вы едете на машине ночью Там, с Москвы в Киев едете, да? Вы видите всю дорогу? Вот вы видите всю дорогу, как вы доедете с Москвы до Киева? Вы видите полностью всю дорогу или нет? Вы видите только первые там 100 метров, которые освещают фары А следующую дорогу вы не видите Но вы видите один отрезок Вы видите второй отрезок Вы видите следующий отрезок И так вы, например, доезжаете Так что не парьтесь Если вы будете в это верить, все у вас будет И каждый день И каждый день хватайтесь за свою цель И каждый день исполняйте цель То есть кому нужно сколько денег? Вот так вот пишите Первое, здесь пишите сумму Второе, настоящее время с благодарностью Спасибо, что на 3 марта 2019 года у меня есть 1000 долларов наличными Все И у вас эти деньги будут Как вы поверите, так и будут Может у вас не будет 1000, может у вас 500 Это уже хорошо То есть вы будете развиваться То есть в этом В этой сфере будете развиваться Так, это сказал Опять же написал список, чтобы постараться все вам рассказать Что еще вам рассказать? Давайте другой вариант Например Если уже у вас есть сфера То есть вы знаете Вы, например, работаете Ну не знаю Вы работаете по продажам И у вас есть цель заработать определенную сумму Вот тогда Вы уже должны написать определенный себе план То есть Каждый день исполняйте определенный план Чтобы добиться этой цели То есть уже у вас есть цель И все равно вам Вам подвернется какая-то возможность Какая-то там прибавка Вы увидите какую-то Вот я так всегда Вот я работаю, например, в одной сфере И вечно я вот стремлюсь Стремлюсь заработать Пока что, например, там не получается Но Случается Происходит какой-то момент Я вот вижу какую-то возможность Я за нее сразу же хватаюсь И бац И зарабатываю деньги Я думаю Почему эта возможность не была раньше? Я же мог до нее додуматься раньше Ну нет Раньше Раньше почему-то я до нее додуматься не мог И только когда вот Я себе эту ставлю цель То есть мне именно нужны деньги И тогда эта возможность приходит И тогда я зарабатываю эти деньги То есть если у вас есть цель Если у вас Есть сфера где вы можете заработать То есть бросайте все силы туда Вы должны И еще одно такое У вас нужно быть Вы должны быть готовы Что-то отдать Нельзя вот просто вот так вот получить Взамен просто вот так вот мечтать Ничего не делать и получить Вы должны отдать что-то взамен Это может быть не знаю ваше время это может быть какие-то деньги которые вас у вас есть на данный момент может там вам придется там не спать трое суток чтобы заработать эти деньги но вы должны что-то дать взамен вы должны это понимать только тогда вы получите ну я думаю вы поняли да просыпаетесь каждое утро просыпаетесь есть у вас эта сумма денег и сказали себе спасибо что на 3 марта 2012 года у меня есть 1000 долларов наличными все оделись у вас это в голове отложилось там помечтали помечтали все оделись пошли и не забываем что вам нужно цепляться за любую возможность и делать каждый день делайте хотим хоть не знаю малейшую часть для того чтобы чтобы эта цель осуществилась и то есть делайте все для того чтобы чтобы вы поверили в эту цель потому что без веры никуда если вы будете к этому относиться вот так вот просто на короче если вы будете плохо относиться к этому вы вообще не будете в это верить они написали а это что он говорит это все не работает ну так она у вас и будет давайте перейдем теперь теперь к другой цели у вас например цель не цель даже ваша мечта можно так сказать работать в определенной в определенной там сфере например у вас цель работать работать шеф-поваром да вот у мужчин например цель вот у мужчины цель работать шеф-поваром но он пока работает грузчиком пока работает и говорит а вот я не могу я так хочу это делать но я не могу мне не позволяет и меня здесь держит меня здесь зарплата там большая, я не могу вот так вот все бросить. И так он работает 40 лет, ходит с работы на работу, приходит домой, смотрит телик, утром просыпается, снова идет на работу и так проходит вся его жизнь. То есть, если например, вы хотите стать шеф-поваром, бросайте работу и идите работать например, в ресторан. Не шеф-поваром. Идите сначала работать, посуду мыть, официантом, сторожем в ресторан. То есть, уже вам нужно идти в ту сферу, где вы хотите работать. Хотя бы попадите в ту сферу. Дальше что делать? Если вы так хотите стать шеф-поваром, смотрите каждый день хотя бы по одному кулинарному видео. Смотрите каждый день, читайте каждый день статью какую-то. Запишитесь на какие-то курсы. Если у вас где нет денег на курсы, на какие-то кулинарные курсы, есть куча бесплатных курсов, там где все сидят толпой, там что-то обсуждают. Запишитесь на такие курсы. То есть, каждый день делайте, каждый день читайте, хоть 5 минут уделите, там прочтите статью какую-то там найдите какой-то рецепт то есть вы должны на постой быть в этом деле вот если вы хотите вы этого добьетесь много людей говорят а все я ничего не добьюсь мне я так хочу но у меня это не получается я хочу но я я не знаю когда начать я жду подходящего момента запомните подходящего момента нету подходящий момент именно сейчас взяли и начали работать кстати про подходящий момент читал там статью там про один магазин в сан-франциско они там не могли никак открыться у них вечно ну они делали ремонт делали ремонт и решили открыться с ремонтом то есть у них не было ни свет просто висели обычные лампочки на проводах еще не вставили там свет стены еще не были покрашены были голые витрин ничего не было и они решили уже начать продавать они выставили короче свою а они ну обувь продавали выставили просто свою обувь стены были еще не покрашены и на этом и и они открылись и людям это начало нравится и люди у них они завели такую фишку что люди приходили и писали комментарии на сцене этого магазина и люди просили типа оставьте магазин таким какой он есть они вот они реально на этом они срубили много на этом денег про Их магазин сразу начали писать, журналы всякие. И они вот за счет этого ремонта, они так этот ремонт и не доделали. И они уже сделали фишкой магазина вот такую вот штуку. То есть, начинайте прямо сейчас. Не нравится вам ваша работа. Вы подумайте, вот подумайте просто сейчас. Вы все равно, ничего не изменится. Вы будете, если вы будете сказать, будете говорить там, а завтра пойду работать, а завтра пойду. Ай, ну, через неделю вот я что-то сделаю. Ни хрена вы не сделаете. Через неделю, ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Вы все так же будете на этой унылой работе. Вы все так же будете проклинать начальство, проклинать там, где вы работаете. Будете недовольны жизнью. И все, и все, мечтать, и мечтать, и мечтать. Но ничего не будете делать. Чтобы что-то изменилось в вашей жизни, сразу же идите и работайте туда, куда вы хотите. Идите хотя бы в ту сферу. Вы же не знаете, что может произойти. Работаете вы там, например. Пошли вы в этот ресторан, да, на шеф-повара. Сначала моете посуду. Вы уже общаетесь в том кругу. Дальше вас куда-то кто-то пригласил. Какая-то передача пришла. Снимают у вас эфир. Вы там засветились в эфире. Дальше вас куда-то пригласили. На какое-то шоу. Вы там себя показали. Вы уже там работаете помощником шеф-повара. То есть все постепенно. И вот так вот исполняются цели. Да, конечно, эта цель может исполниться не за год, не за два. Может даже за пять лет. Но я повторял, что у людей не хватает там мужества все бросить и начать свое дело. Там за пять лет. Но зато у людей хватает мужества ходить на свою работу. Сорок лет. Сорок, пятьдесят лет работать на одном же месте и получать короче копейки. Так. Ну все, я думаю, я рассказал. Не так, опять же, не так что-то я не так рассказал. Хотел как-то все не так рассказать. Но я думаю, вы все меня поняли. Самое главное, я сказал, как строить свои цели. Самое главное, я вам дал базу, как строите свои цели. Я так строю свои цели, у меня так все цели исполняются. Настоящее время, благодарность, конкретика и каждый день делать маленький шаг к цели. Вы не должны, например, вы должны это делать каждый день. Вы не должны, например, вот сегодня я не сделаю, а завтра я, например, прочту в два раза больше. Нет, это уже никуда не годится. Вы должны каждый день, хотя бы по минуте, но это делать вы должны каждый день. Потом это у вас уже войдет в привычку. То есть, если вы это хотите, то есть, если эта цель вам нравится, вы живете этой целью, так вам это будет делать в удовольствии. Вы будете это делать с удовольствием. И это никакого не будет напряга. Напряг будет, знаете, где, например, вы бегать по утрам хотите, да? Вот это будет напряг. Первый день вы встаете с неохотой. Второй, третий. Вы неделю встаете по утрам. Вы еле-еле встаете. Как-то выходите на эту пробежку. Но потом вы втягиваетесь и на второй месяц, на третий, если вы хотя... Если вы дойдете до этого третьего месяца, вы уже будете бегать с хорошим настроением. И у вас все будет в жизни отлично. Итак, пишем на листочке себе свои цели. Это деньги. Ну, у всех деньги. Кто более такой гуманный, пишите там всякие другие цели. Просто вот это, что я рассказал, подходит просто ко всему. Не знаю, пишите там любовь какую-то. Не знаю, что вы там хотите. Любовь, машину, да все что угодно. Работу какую-то напишите сюда. То есть, но вы должны строить эту цель по такому принципу, который я вам рассказал. Настоящее время, благодарность, каждый день и каждый вечер считать эту цель. И каждый день делать шаг навстречу своей цели. Ставьте опять 200 лайков. Если наберете 200 лайков, опять выпускаю... Опять выпускаю такое же видео. Опять в такой же тематике. Такое же будет полезное. Для кого полезное, для кого не очень. Кто пропустит информацию, а кто поймет и у того все получится. С вами был Рэпер Трейдер. Спасибо всем за внимание. Подписываемся, лайкаем. 200 лайков, народ. Всем пока.